Бойся, когда другие жадничают, и будь жадным, когда другие боятся. Уоррен Баффет Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый, не совсем привычный для меня формат. В этом видео я расскажу тебе о стратегии входа и выхода из крипторынка для того, чтобы на протяжении 3-4 лет ты получил хорошую прибыль из своих инвестиций. Фактически это то, что я делаю с 2017 и по сегодня. Но помни, это крайне упрощенная версия этой стратегии, в которой на самом деле есть еще очень-очень много деталей. Если описывать их все, то получится многочасовой видеоролик. Прежде чем мы начнем, я буду очень благодарен, если ты поставишь лайк. Для тебя это 3 секунды времени, а для меня огромная мотивация пахать дальше. Тем более, чем больше людей увидит этот видеоролик, тем лучше. Для них. Итак, это супер упрощенная стратегия, которая подходит как новичкам, так и опытным инвесторам на крипторынке. Кроме этого, она актуальна не вчера, не сегодня, не завтра, а всегда. Она включает в себя стратегии входа и выхода, установления лимитов, а также очень важные пункты о том, как сделать свою инвестицию абсолютно лишенной риска и как накопить резервный фонд для покупки падений. Все это в целом даст хорошую прибыльность на длинной дистанции, в минимум 3-4 года на рынке. Я знаю, все хотят немедленные прибыли прямо завтра, но немедленная прибыль это казино, а я человек не азартный. Поэтому моя стратегия рассчитана на длительный срок. На длинной дистанции, по моему мнению, стратегия входа куда важнее, чем стратегия выхода. Благодаря тому, что я это понял, все краткосрочные колебания цены биткоина меня уже давно перестали волновать так, как раньше. Например, даже если у тебя каким-то невероятным образом получилось купить на пиках цены в 2013 и 2017, то сейчас ты все равно в плюсе. Здесь, например, тебе пришлось бы ждать 1247 дней, около 4 лет или что-то типа того. А вот здесь ты бы прождал 1096 дней. Тем не менее, даже если ты купил вот здесь на пике и держал свой биткоин аж до сегодня, то получил 2400% роста. Если ты купил на пике вот здесь и держал до сегодня, то получил 50% роста, учитывая вот это вот падение. Если его не учитывать, прибыль бы составила 230%. И самое интересное, что чем больше лет проходит с момента твоей покупки, тем лучше для тебя. Я написал этот криптогайд, которым я пользуюсь уже четвертый год и хочу поделиться им с тобой. Но хочу сразу напомнить, что я не являюсь профессиональным финансовым аналитиком и советником тем более. Я не претендую на это звание, так как я самый обычный человек, которому не повезло однажды помешаться на крипте. Я могу тебе лишь посоветовать найти свою собственную стратегию и план, проводя собственные исследования и анализируя рынок. Начнем с того, о чем говорит Уоррен Баффет. Когда на рынке экстремальный страх, я покупаю большие коррекции. Когда на рынке экстремальная жадность, я фиксирую прибыли. Все это я делаю лесенкой. Также, когда я получаю 3 икса от своей инвестиции, я продаю 1 третью, тем самым сводя риски на ноль. Мне не так жаль потерять 2000 упавших с неба долларов, чем 1000, которую я зарабатывал собственным горбом. Я оставлю ссылку на этот ресурс в описании под видео, он тебе пригодится. Он отображает состояние рынка, боится ли он или наоборот проявляет жадность. Мы можем также посмотреть на исторические данные. Как мы видим, когда рынок биткоина достигал исторических пиков, жадность на рынке зашкаливала. Она достигала отметок выше 80, от 75 до 94. Все очень хотели биткоин. Сейчас же рынок уже почти 3 месяца находится на территории экстремального страха. Итак, если индекс страха и жадности падает ниже 15, я уже рассматриваю точку для входа. Если же он взлетает выше 75, я уже рассматриваю возможности для фиксации прибыли. К тому же, я никогда не покупаю и не продаю на огромные суммы. Я делаю все маленькими порциями. Я долгосрочный инвестор, поэтому использую от 3 до 5% депозита, а не по 50 и даже 100% на сделки. Некоторые действительно ставят весь свой депозит в одну сделку. Так что нужно распределять свои покупки по мере падения и продажи по мере роста. А теперь давай пройдемся по тому, что я написал наперед, готовясь к этому видео. Я надеюсь, это будет для тебя полезно. Стратегия входа в рынок более важна, чем стратегия выхода, как я уже говорил. Она включает 3 пункта. Когда на рынке атмосфера предельного страха, я откупаю просадки на пути к дну медвежьего рынка, используя 25% от своего двухнедельного дохода. Этот пункт обязывает меня всегда иметь резервы из тейблкоинов и доллара для того, чтобы покупать массивные коррекции на рынке. Кроме этого, я почти никогда не использую весь свой резерв в одну просадку, так как цена может продолжить падать. Как накопить этот резерв, я расскажу немного позже. Единственное исключение, когда я могу поставить весь свой резерв в одну сделку, когда биткоин аномально падает за короткий период времени. Как, например, вот здесь. За сутки биткоин упал с 9200 долларов до 3,5. Конечно, во время таких падений очень немногие покупают. Наоборот, все в ужасе продают за любые деньги, лишь бы спастись. В то время я снял множество видеороликов, в которых говорил, что нужно покупать на этом падении. Несмотря на страх и панику. Людям было сложно покупать тогда, я понимаю, и это происходит всегда, в том числе и сегодня. Третий пункт моей стратегии. Покупка на пиковых ценах или во времена максимальной жадности на рынке редко приводит к прибылям на краткосроке. Однако с некоторыми криптовалютами это работает на долгосроке, как ни странно. Если ты купил пик, приготовься держать монету очень долго, как минимум тысячу дней. Об этом мы уже говорили. Примеры показывал на графике цены биткоина. Однако нужно помнить, что это работает лишь с некоторыми очень сильными криптовалютами, например, биткоин или эфириум. Множество альткоинов после достижения пика и обвала могут даже и не восстановиться. Хоть ты тысячу дней прожди или даже две. Лично я очень редко покупаю что-либо на пиковых ценах. Исключение в этом году я сделал для эфириума, кардана и еще несколько криптовалют. Просто потому, что их грядущие обновления, по моему мнению, вызовут шок предложения, что приведет к росту их цены. Кстати, кардана сейчас даже дороже от той цены, по которой я ее брал якобы на пике за 70 центов. Но исключение делать можно лишь для некоторых криптовалют, в которых ты уверен на все 100%. Все остальные покупать на пике очень опасно, так как они могут не отрасти даже в долгосроке. Имей это в виду. Теперь, как же накопить резервный фонд для использования его в стратегии входа? Я понимаю, заработки у всех разные, поэтому тебе придется самому считать, сколько и как у тебя получается, исходя из твоих доходов. Я написал пример для понимания. Вспоминаем, что я использую 25% от своего двухнедельного дохода для покупки просадок. Итак, если я зарабатываю 8000 долларов в месяц, то мой доход за две недели составляет 4000 долларов. И я хочу отложить 25% из них, то есть 1000 долларов, в резервный фонд, который буду использовать для покупки будущих падений. Спустя три месяца такой стратегии на растущем бычьем рынке без значительных коррекций, резервный фонд для покупки падений будет составлять уже 3000 долларов. Я использую этот фонд для покупки значительных коррекций, но почти никогда не вкладываю весь резерв в одну просадку, так как рынок после этой просадки может продолжить падать. Исключение сегодня мы уже с тобой рассмотрели. Кстати говоря, раньше моя стратегия была еще проще. Я просто покупал ту или иную криптовалюту один раз в месяц на фиксированную сумму, несмотря на курс. Этой криптовалютой в основном был биткоин. Сейчас я так делаю с эфиром, в который вкладываю доходы со своего финансового обменника. Кстати, ссылка на него есть в описании. Но с остальной криптовалютой я работаю по обновленной стратегии, о которой рассказываю сегодня. Теперь проговорим про лимитные ордера. Для стратегии входа они помогают словить просадки. Для стратегии выхода – резкие неожиданные взлеты. Почти все крупнейшие падения происходят на протяжении часов. Так что, если ты не сидишь на бирже круглосуточно, скорее всего, ты их пропустишь. Единственным способом убедиться, что ты купишь просадку, является установка лимитного ордера на тех ценах, по которым ты бы хотел купить. Также можно передвигать эти ордера в случае, если цена падает больше, чем ожидалось. В другую сторону, в сторону роста, это тоже работает. Не забывай, мы не вкладываем весь резерв в одно падение. Кстати говоря, я никогда не ставлю ордера на круглые цифры, так как обычно цена биткоина до них может и не дойти. Потому что, если все ожидают, что цена биткоина вырастет, например, до 20 тысяч долларов, признак возьмет и не дорастет буквально на несколько долларов до этой отметки, и ты не получишь свой доход. Например, вместо 30 тысяч долларов я ставлю ордер на 29 990. Пример лесенки лимитных ордеров. Если мы находимся на падающем рынке, у нас скопился резервный фонд в 3000 долларов, мы можем расставить такие ордера на откупку просадок биткоина. 500 долларов на 30 990, по 750 долларов на 29 990 и 27 990, и 1000 долларов на 24 990. Если у нас произойдет резкое падение биткоина, например, до 28 тысяч долларов, и такое же резкое восстановление выше 31 тысячи, я уже получу хорошие прибыли, даже не находясь у компьютера. Еще раз, не вкладывай все в одну сделку, так как падение цены может продолжиться. Итак, стратегию входа мы разобрали. Теперь перейдем к стратегии выхода. Ее я разделяю на два пункта. Первый носит фантастическое название – безрисковый безубыток. И второй, конечно же, П – прибыль. Итак, что такое безрисковый безубыток? Это когда ты не рискуешь абсолютно ничем в своей инвестиции. Этого можно добиться. Я считаю, что когда в монете остаются деньги, на которые я не корячился, не тратил свое время и не пожертвовал своим здоровьем, то я больше ничем не рискую. Когда та или иная монета дает 3 икса, я продаю 1 третью. Так я получаю свои деньги обратно, а дальнейшие риски свожу к нулю. Например, я вложил 1000 долларов в монету А. А инвестиция выросла до 3000 долларов. Продаю 1 третью часть. Таким образом, 1000 долларов я возвращаю, а 2000 долларов оставляю в монете. Я больше не рискую своими кровными деньгами. Теперь, что касается прибыли. Когда крипторынок долгое время находится на территории экстремальной жадности, когда график этой экстремальной жадности достигает отметок 75 и выше, а криптовалюты дают от 5 до 10-20 иксов роста за полгода или год, я начинаю фиксировать прибыли. Очень небольшое количество людей может продать на самом пике рынка. Так что расставляя множество ордеров на продажу по мере роста цены, я куда вероятнее получу прибыль, чем если буду пытаться продать сразу все. Буквально угадывая, где будет максимальный пик рынка. Действительно угадывая. Никто не скажет конкретно, где будет пик рынка. В этом-то и проблема криптопространства. Почти все новички ставят перед собой какие-то невероятные ценовые цели и ждут их. Они услышали от своих друзей, что кто-то там сделал 5, 8, 10 иксов на крипте за полгода, прибегают сюда и вкладываются в биткоин, эфир и другие криптовалюты и думают, что спустя полгода они получат такие же 5, 8, 10 иксов. Большинство таких новичков заканчивают тем, что продают в убыток после массивных коррекций, уходят с рынка и ищут виноватых в своей неудаче. Прямо сейчас мы это и наблюдаем, кстати говоря. Поэтому, когда около двух месяцев назад мне позвонили несколько друзей, буквально в истерике завизжали, чтобы я помог им вложить деньги в криптовалюту, я сразу же зашел в сообщество ютуба и написал, якобы в шутку, «Все, ребятки, рынок ждет падение». Расставляя лимиты на фиксацию прибыли по пути роста цены, я также добиваюсь того, что мой резервный фонд из тейблкоинов доллара, который я буду использовать для будущих значительных просадок рынка, растет. Внутридневные трейдеры и краткосрочные инвесторы наверняка ставят в позицию для фиксации прибыли чуть ли не весь криптовалютный портфель, процентов 40-50, но я как долгосрочный инвестор ставлю небольшие суммы, от 3 до 5% от депозита. По аналогии с покупкой просадок, я ставлю лимиты лесенкой по дороге цены наверх, чтобы в случае неожиданного пампа сработала автоматическая продажа. Что ж, такова моя упрощенная стратегия заработка на криптовалюте в долгосрочной перспективе. Надеюсь, это было тебе полезным или хотя бы интересным. Текстовый вариант я оставлю в телеграме, ссылка на который будет в описании под видео. Я буду очень рад, если ты поделишься этим видео где-нибудь в группах или сообществах, посвященных криптовалюте, инвестициям, финансам и так далее. Чем больше людей, а особенно новичков, будут развиваться и образовываться в этом пространстве, тем лучше для всей криптовалюты и для них самих, и тем меньше скептиков, которые называют криптомир миром обмана и кидалова. Это не обман и не кидалова, просто здесь нужно немножечко что-то уметь. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, как обычно. Ставь лайк, подписывайся на канал, делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok